Меня зовут Марина Слуцкая. Я заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы по дзюдо, чемпионка европейских игр, а на данный момент старший тренер национальной сборной по дзюдо среди женщин. Поговорить сегодня хотела бы о своей спортивной карьере, о жизни, о том, чем сейчас занимаюсь, о планах на будущее. Здравствуйте. В эфире программа «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И в гостях у нас сегодня Марина Слуцкая. Добрый день, Марина. Здравствуйте. Рады вас видеть в этот солнечный весенний день в нашей студии. Чуть больше года назад вы объявили о завершении спортивной карьеры. Для самой себя трудно было принять это решение? Да, безусловно, трудно. Это большой, длинный путь. 15 лет спортивной карьеры в профессиональном дзюдо. Все, что в моей жизни происходило, было связано с дзюдо. Поэтому решение принималось достаточно долго, очень так собрано в мыслях. Несколько месяцев или несколько лет? Я думаю, что таким окончанием было где-то месяца 4, то есть месяц-два до Олимпиады уже были такие размышления, потому что и возраст уже был такой подходящий. И цель попадания на Олимпиаду была достигнута. То есть оставалось только вот этот шаг к Олимпийске игры. От этого зависело тоже, смогу еще побороться или уже можно будет заканчивать со спортом. Ну и после Олимпийских игр где-то в течение двух месяцев-трех я еще немножечко качалась. Потом уже окончательно решила. Плюс травма получена на Олимпийских играх, тоже сыграла свою роль. И поэтому как-то вот... А кроме травмы, какие были доводы у вас? Ну я устала. И честно, устала очень сильно. Олимпиада перенеслась на один год в дюдо, это бесконечный марафон соревнований, бесконечный. Плюс вот эта пауза, когда мы вообще до ковида совсем никуда не ездили, нигде не боролись. Мы только были на сборах. Это очень подрывает твое вот это состояние сосредоточенности. Нужно было режимить, нужно было к себе относиться бережно. И очень так нас выхолощивает именно эмоционально. Плюс марафон соревновательный перед Олимпийскими играми. Я хотела быть в восьмерке лучших, чтобы сеяться на Олимпийских играх. Я отборолась достаточно большое количество турниров, там порядка пяти. Плюс Олимпийские тренировочные центры, лагеря. Это все бесконечно. Мы приезжали, собирались и уезжали. И уже действительно, когда оставался последний месяц, полтора до Олимпиады, я уже понимала, что я уже настолько устала вот в этой концентрации быть, что вот Олимпийские игры, оно вот все было прямо сосредоточено. И я очень сильно устала. То есть я где-то месяц, я не то что не думала о дюдо, я даже, у меня никакой мысли вот не было. Ну, правда, когда закрывала глаза, мне еще Олимпийские игры, вот как-то снились перед глазами, стали, а вот именно дюдо там посмотреть что-то, это нет. Я месяца четыре не тренировалась потом вообще никак. Но вы же и на Олимпиаде, да, не смогли, в общем-то, участвовать полную силу от травмы? Да, к сожалению, так получилось, что во втором поединке в равной абсолютно встрече, причем, что с этой кореянкой я встречалась незадолго до Олимпийских игр, на одном из турниров выиграла, да, была равная встреча, но я выиграла. И здесь была такая же ровная встреча, в тяжелом весе вообще, как правило, когда время приходит там к концу уже схватки, три с половиной минуты уже у нас и наказа не хватает у каждого. Здесь у нас была такая ровная схватка, что даже сам судья не мог выделить кого-то более активного, либо более пассивного. У нас ни наказания не было, ничего. Я в конце схватки подвернулась на свой, скажем так, коронный бросок, который я 300 тысяч раз за свою спортивную карьеру подворачивалась и получила травму локтя, причем, что даже со стороны тренерского коуч-бокса не было заметно ее, потому что вот в сторону судей была. И такая ситуация, которая не предвещала вообще никакой беды обычной подворотом, тем более локоть, это еще и левый, когда я правша, то есть это, да, но получилось, что вот травма достаточно тяжелая. Наверное, ваша усталость сказалась, Марина, это тело говорило уже, да? Я думаю, что здесь просто стечение обстоятельств, ну, Олимпийские игры все хотят завоевать медали. Нет ни одного спортсмена на Олимпийских играх, которые бы хотели просто там побыть или поучаствовать. И все сильные, все сконцентрированные, и каждый борется уже не на жизнь, а на смерть, скажем так, все до последнего момента. То есть если бы травма была не такая тяжелая, и там даже оценку дали, пусть, неважно, я смогла бы дальше бороться, я бы все равно боролась до того момента, пока судья не отдал победу в какую-то сторону. Но, к сожалению, так вышло, что я уже не смогла дальше бороться, потому что я, ну, я даже сдалась, по-моему, я уже так не помню, по-моему, я даже постучала, сдалась, потому что я почувствовала, что... Сильная боль. Да, была сильная боль. У меня было такое впечатление, что, знаете, как гитары рвутся струны, вот у меня было такое впечатление, что... То есть морально были готовы продолжать схватку, а физически? Да, ну, там на Олимпийских играх по-другому не бывает, вот, поэтому, ну, не получилось. Девятое место у меня итоговое вышло. Это, возможно, не так плохо. Да, это совсем неплохо. Да, но это и не то, к чему я хотела дойти. Были слезы? Да, конечно, я очень расстроилась. И, ну, сначала там рыдать не получится особо, и тем более уже взрослый титулованный спортсмен, и за свою спортивную карьеру столько уже наплакалась, наслезилась, что когда ты уже во взрослом спорте, ты так как-то спокойнее переживаешься. Вот этих истерик редко бывает. И там же нужно было выйти, камеры все время снимают, там мамы смотрят, родители, знакомые. Поэтому так, ну, чуть-чуть сдержанно. Туда мы уже потом вышли, когда в разминочный зал, и медики, когда там наша команда с делегацией приходили, потому что болеть, поддерживать. Да, я уже там рыдала, потом уже вечером совсем расстроилась, потом прилетела в Минск еще больше расстроилась. Да, я дня 4, наверное, вообще не спал. Вообще, не вот, ну, час, наверное. Ну, казалось бы, наоборот, такое время, чтобы можно было включиться и еще раз поставить перед собой эту цель, да? Но вы принимаете другое решение. Я уже, я понимала, что я не смогу так отдаваться спорту, как я отдавалась, потому что я устала. Я столько наборолась много, что мне не хотелось бороться. Если спортсмену не хочется бороться, терпеть, мучить себя, мучить человека, который рядом с тобой находится постоянно, не получится результата. Оставаться на год было бессмысленно, потому что это ничего бы не решало. Побороться еще раз на чемпионате Европы. Я два раза выигрывал, и вот третья была мне неинтересна уже. Я участвовала и в Олимпийских играх, и дважды участвовала в Европейских играх. Скажу, что общая, это, наверное, обстановка, это Олимпийская деревня, это общая команда не только твоего вида спорта, а и других видов спорта. И, конечно, ответственность именно старта, сущность самого события. То есть это как маленькая Олимпиада для маленького количества стран. А разные – это эмоции. В каждом соревновании они проходят разноэмоционально, и для меня вообще это совсем разные по эмоциям соревнования. И, конечно, уровень разный. То есть Олимпийские игры – это огромное количество стран, огромное количество команд, и отбор, сумасшедший отбор, который до Олимпийских игр проходит. А европейские игры – все-таки отбора как такового не было, и команд не столько много, и спортсменов, соответственно, чуть меньше участвуют в весовой категории и в целом в виде спорта. Я пришла возрастной очень в дзюдо, мне было 16 лет. Многие к этому времени уже заканчивают спортивную карьеру свою. Дети, как правило, уже где-то близки к завершению. Я только пришла с вольной борьбы, и своим трудом добивалась, постепенно завоевывала внимание к себе какое-то. Вы, можно сказать, сами себя сделали, и в училище вы себя, можно сказать, сами устроили. И в университет физической культуры тоже поступили. Здесь не то, что прямо сама. Рядом со мной были люди, родители, близкие, сестра, друзья, тренерский состав, который меня окружал, это Сима Бранович, покой Нугуманов. К нему именно я пришла. То есть, когда я хотел поступить в училище, меня к нему отправили, он отвечал за это училище Олимпийского резерва, и к нему меня отправили, он меня говорит, ну, иди попробуй. И отправил, говорит, ну, получится. Оттуда меня уже два раза выгнали, сказали, не-не-не, мест нет. Пришлось добиться, они там, говорят, ты кто? Я говорю, Марина Слуцкая. Я говорю, мы тебя не знаем. Ты вообще кто? Ну, уже же там первенство республики проходят. Говорит, так ты кто? Я говорю, ну, вот выиграла там Спартакиаду. Мы тебя не знаем. Говорит, ну, ничего, узнаете скоро. Да, и так вот я поступила, мне повезло. Кто-то не поступил, не прошла медкомиссию, меня на его место взяли, это последний вагон. 30 августа мне позвонили, говорят, приезжайте, приезжайте документы, вы, ну, проходите. Значит, так надо было, вы фаталистка, Марина? Ну, наверное, да. Я просто вижу цель, не вижу препятствий. Хочу, все, неважно, что это. Отлично. Вы многократная чемпионка Беларуси, двукратная чемпионка Европы, призер различных международных турниров, а также чемпионка Европейских игр. Давайте вспомним вашу победу в Минске в 2019 году. И как за вас болели ваши родители. Посмотрим. Когда я увидела, что тренер руками машет, уже все, Марина выиграла. И тут, вы понимаете, в этот момент у меня начинает разорваться телефон. Финал, конечно. И радость, и гордость за дучку. Ну, радость, когда победила. Там полдеревни смотрела. Для девушки это большой успех. Чтобы победить. Истребление. Для девушки тяжеловато. Если бы мальчик был, другое дело. А девушке все тяжело ей самой. Ну, и маме тяжело. И мне, ну, тяжело смотреть. Ну, ей нравится. Нравилось ей, нравится. Ну, и увидите родители, остаются родители. Да. Ну, мы заметили, Марина, что вы изменились с тех пор. Ну, да. То есть, это когда ушли и уже из спорта, да? Ну, после Олимпийских игр тяжелое было время очень. Я там набрала вес и не спала, не ела. То есть, так получилось. Я уехала потом с ребятами из своего клуба, с детьми, с родителями. Мы поехали на отдых. И там как-то все так скомканно было. Я говорю, я там спала по два часа. У меня рука, гипс там. Вот. И там, ну, что делаешь? Кушаешь, спишь, все. Ну, там, на пляже полежишь. Ничего не делаешь. Потом я улетела еще отдыхать в Грузию с друзьями на две недели. Там, понятно, грузинское гостеприимство, хачапури, хинкали. Все как нужно. По-аджарски. Да, да. И когда приехала, я уже... Думаю, зеркало особо для себя же ты не замечаешь. Не сильно как-то. Ну, одежда, что, спортивные костюмы, что ли? Там шорты, майки. Вот. И встала, когда на весы. У меня таких цифр никогда не было. Я уже что-то подумала. Говорю, все, надо, наверное, заканчивать. И занялась собой. Я работала с диетологом, с психологом. То есть, все вместе просто накопилось. И надо было пережить Олимпийские игры. И вот это решить с окончанием спорта. У меня еще параллельно папа сильно заболел. И все вот это накопилось как бы вместе. Вот. И так я за себя взялась. Потому что надо было срочно переключаться. Потому что иначе неизвестно бы, чем все закончилось. И вот постепенно, постепенно, да. Ну, вот в общей сложности получилось, что я сбросила там 25. Больше даже. Ну, вот ваш девиз. Вижу цель, не вижу препятствий. Он и здесь работал. И здесь работал, да. Вот в декабре, вы уже упомянули, отец болел. И в декабре 21-го года его не стало, да. И вот тогда вы написали на своей страничке в социальных сетях. За 12 часов до вылета на турнир в Париж умер папа. Он долго болел. Теперь начинается новая глава в моей жизни. Сейчас уже все будет иначе. Как считаете, он бы поддержал вас? Ну, он когда я уже вот, ну, заканчивала, он же еще вот болел. Он уже был в больницах. Я вот в сентябре, 2-го, 1-го сентября, последний раз завезла в больницу. И он уже знал, что мы созванивались. Ковид же был, не пускали никого. И созванивались. Ну, я говорю, что вот я буду, наверное, уже не буду больше бороться. Ну, потому что там же соревнования как-то уже. И я ему говорю, что все, я вот два старта еще. Мне надо было съездить, слетать с команды на командную Европу в Уфу. Потому что там командная соревнования стенка на стенку. И еще меня пригласили на командный чемпионат Европы клубный. Я выступала за клуб Валенсии испанский. Вот. И я вот за них один раз стала серебряным призером чемпионата Европы именно в клубном дюдо. И вот они меня вот тоже пригласили. И я вот решила, что два старта для меня будут вот таким окончанием. Я спортсмен национальной команды. И вот я съезжу, и будет вот хорошее завершение такой спортивной карьеры. Ну, как бы, ну, говорит, это твое дело. То есть в этом плане у меня родители, что мама и папа со мной лучше не спорить в этом. Ну, то есть вот даже, ну, в любых даже таких бытовых вопросах. Вот я что-то там для себя решаю. Да, могу спросить совета. Но все равно, последнее слово, за мной. И как бы, да и они видели, сколько они привозили, сколько раз меня папа на машине забирал там. То у меня нога в гипсе, то у меня там еще что-то. То я с рукой, то по диспансерам. Я в гипсе, меня папа возил диспансер лечиться. Пока еще машины, когда у меня не было. И мама сколько плакала. Тоже там эти травмы бесконечные. Я думаю, что если бы у вас даже была машина, то в гипсе вы вряд ли сами самостоятельно. А, нет, я ездила нормально. Получается, все, поставил. Еще у меня механика. Поэтому я испробовала все шансы. Но поэтому папа как-то так, ну, говорит, ну, это твой выбор. Решай сама. Я тебе как бы в этом плане там не совеечек. Хочешь, заканчивай. От этого отношение к тебе ни у кого не изменится. Ну, часто приходится слышать о том, что дзюдо – это не женский вид спорта. И вам, наверное, тоже это говорили не раз. Что вы скажете сейчас, спустя вот время, как отошли от соревнований? Я думаю, что дзюдо – настолько универсальный вид. Он позволяет достичь успеха и стать хорошим не только спортсменом, но хорошим человеком любому человеку. Как бы он ни выглядел. Полный, худой, высокий, низкий. Короткие руки, длинные ноги. Любой, вообще абсолютно любой человек подходит для дзюдо. Все качества, на моем примере, можно развить. Физические качества, там, функциональный вынос. Да, характер. Характер тоже воспитывается, но он чуть-чуть дольше, наверное, в дзюдо воспитывается. Это, как правило, детям закладывается пораньше. Но любое качество можно развить, неважно вообще, как ты выглядишь. И главное, если у тебя есть цель. Вот я хотела, я к этому шла, я добилась. Все, только это. А кроме целеустремленности, есть какие-то качества, которые вы знаете, что у вас появились благодаря дзюдо? Я смогла за себя постоять. Я стала более уверена в себе. Я не боялась чужого мнения. Я научилась отвечать и за себя, и за свои поступки, и отвечать другим. Наверное, сейчас, когда я уже закончила спортивную карьеру, это тоже благодаря дзюдо, я стала более сдержанная. Где-то я промолчу, потому что раньше я могла вот что-то думать, то и говорю. И у меня есть свое мнение, я научилась выражать свое мнение. Все, что у меня есть в моей жизни, все связано с дзюдо. Вот вы говорите, вид спорта практически любой может быть и женским, и мужским. А вот эти тенденции на Западе, когда мужчины объявляют себя женщинами и участвуют наравне с ними в каких-то турнирах? У нас дзюдо такого нет, и я надеюсь, никогда не будет. Потому что у нас достаточно весовых категорий для женщин. Это 7 от 48 килограмм до плюс 78. И у мужчин от 60 до плюс 100. Поэтому такой спектр разнообразия действий позволяет любому себя проявить. А есть у вас, Марина, сейчас сны, что вы на Олимпиаде или на соревновании, что-то не получается? Мне очень долго снились Олимпийские игры. Где-то, наверное, месяц точно я закрывала глаза, видела схватку. Вот этот момент, когда травмировалась. Причем я видела со стороны не себя, а со стороны даже не кореянки, а со стороны судей, как будто со стороны зрителей. Саму схватку я не смотрела месяц где-то. То есть я не могла посмотреть. Даже больше месяца, на два. А сейчас очень редко мне снится дзюдо. Очень редко. Но я же постоянно в дзюдо. Из дзюдо вы и не ушли, да? Да, да, да. Просто перестали участвовать в соревнованиях. На свои соревнования редко снят. Ну, ты уже настолько там эмоционально прожил это все. А появилась за годы карьера у вас, так скажем, закадычная соперница. Вот какая-то спортсменка, которую обязательно вы хотели победить. Я скажу так, что мне не удавалось победить японок. Никогда. Конечно, хорошо было бы выиграть кого-то. А так я много с кем переборолась за столько времени. И многие из тех, с кем мы боролись в кадетском, еще юниорском возрасте, все перешли вот так во взрослый спорт. И были те, с которыми мы отборолись по 15-20 встреч разных. Мы часто общаемся с борцами у японцев и упоминают тоже, не только вы. А что там такое в них? Ну, Япония это вообще, они родоначальники дзюдо. Для них дзюдо, как для нас, азбука. Первое, что дети делают, это одевают в кимоно. У меня такое же впечатление, что они в кроватке в кимоно лежат. То есть они малыши, прям маленькие-маленькие, двухлетние. Они уже на татами бегают, там что-то делают. Для них это образ жизни. Образ жизни. У них все в школах изучают дзюдо, в университетах. У них техника хорошая, почему они не победили? Они придумали этот вид спорта. У них лучшее все. Они придумали плавающие татами, на которые не так больно падать, оно придает инерцию. Они придумали кадокан, это дом дзюдо, где вот целое здание, 7 этажей, на всех этажах есть залы. Там не гостиница, а как хостел. То есть, ну они родоначальники, они придумали это. То есть, чтобы победить японцев, надо думать, как японцы, да? Ну, хотя бы пытаться, по крайней мере. А мы пока прервемся ненадолго. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал. Скажи, не молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы, предлагайте гостей. Мы на связи. Так что бронза ценнее, чем серебро. Но у меня было в спортивной карьере, когда серебро было лучше и ценнее для меня, чем бронза. Вот, например, бронзовая медаль для меня была там одной из самых ценных, когда вот болела мама сильно в 18-19 году и в 18-м. И я вот за третье место выиграла турнир. Мама в больнице лежала с реанимацией, только ее перевели. То есть, это настолько было тяжело, эмоционально. И вообще, туда доехать надо было на соревнования, ну, не остаться в Минске. И там отбороться, собраться как-то. И бронза была вообще, наверное, такая выстраданная, выцарапанная. А, например, вот на последнем турнире перед Олимпийскими играми в Казани я стала второй. Завывалось серебро, но на финальную схватку я не вышла, потому что получила небольшую травму. И решили не рисковать уже перед Олимпийскими играми. Но это серебро было достаточно ценным. Оно мне дало большое количество очков в Олимпийский рейтинг и обеспечило мне жеребьевку с шестого места, седьмого на Олимпийских играх. В эфире снова «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях старший тренер женской национальной сборной по дзюдо Марина Слуцкая. Марина, ну, теперь уже в роли тренера. Как себя ощущаете? Мне очень нравится. И мне хочется вот верить, что я нахожусь на своем месте. Знаю, что могу передать девочкам. Я знаю изнутри все, что происходит, и знаю снаружи теперь. Мне очень нравится. Я прям, это вот моя работа, которая мне приносит удовольствие. Я с удовольствием прихожу на тренировки, с удовольствием работаю с девочками. Долгое время говорили, что этот вид спорта у нас ассоциируется с Мариной Слуцкой. Сегодня вы уже разглядели новых звезд. Будет продолжение этой истории? Славно. Я надеюсь, со мной или без меня, но я надеюсь, что появится вот такой лидер, который будет вести за собой команду женскую, мужскую, среди мальчиков, среди девочек, но вот о котором будут хотеть говорить, который будет продвигать дзюдо, благодаря которому будет подниматься флаг, благодаря которому будут узнавать вообще о нашей стране. Мне очень хочется верить, что вот появится такой человек. Сейчас я не хочу и не могу, наверное, прям кого-то выделить так ярко, потому что мы боремся сейчас на российском Russian Judo Tour. Есть успехи у многих спортсменок, и такого прям стабильного лидера, который стабильно, четко, все, там завоевывает медали, прям нету. И вот они только-только делают, многие из них первые шаги во взрослом дзюдо, либо на выездных соревнованиях. Нужно чуть-чуть время, и им адаптироваться, и мне, и я думаю, что появится. А локомотивчика такого нет, да, который бы тащил? Пока локомотивы мы, пока мы тащим еще вот за собой, и на своем каком-то опыте стараемся передать. Но очень прям вот классно, что у нас есть ребята, которые знают, чего хотят. Девочки, которые знают, чего хотят, и идут к этой цели планомерно, делая все, что для этого нужно. А карьеру спортсменки вы совмещали с работой детского тренера в клубе единоборств «Голд». Давайте посмотрим. Самое легкое, да, заднюю подножку. Напоминаю, ребята, что мы руками тянем, да, выводим из равновесия. Видите, как он у меня стоит, чтобы у всех так стоял. Не так, как я так сделаю? Никак, да. Поэтому хороший шаг, с места не надо двигаться, с места встали, оп, потянули, сделали мах. Сделали. Видите, он упал, придержали его, и отсюда мы уже сделали удержание. Какой она тренер? Очень хороший. Хороший, прекрасный. Жесткий, хороший. Жесткий, какой жесткий. У нас строгая. Да, ну да. И хорошая. Не совсем. Не строгая, просто не снимались. Половина этого и половина этого. У нас строже, чем родители? Не совсем. Не одинаково. Точно нет. Ребята, а вы сами чувствуете, что вы как-то поменялись после этих тренировок? Может быть, ваши родители говорят, что вы изменялись? Да. Тягу. А потом бросок. Передняя подножка. Тягу. Подставим. Бросок. Я люблю, и вообще мне очень нравится работать с детьми. Я прям, я вот прихожу сюда, здесь отдыхаю. Вот этот опыт работы с детьми вам в теперешней работе пригодился? Да, пригодился. И ведь профессиональный спорт – это каждодневные, постоянные тренировки, иногда на грани своих возможностей. И всегда нужны разрядки такие. Поэтому мы с девчонками иногда играем. Опять же, все игры детские, какие-то задания на укрепление, те же, что даем детям. Это не важно, сколько тебе лет, укрепляться ты должен, там, связки, сухожилия. Поэтому, ну и просто опыт работы, именно как провести тренировку, как построить ее, как построить свои отношения, да, и взаимодействие со спортсменом. Я вот тренером, так или иначе, детским, там, около 10 лет работала, там, где-то больше, где-то меньше. У меня вот мальчишка, там, в синей маечке был, он уже в 11-м классе учится. Он 5-е место на 11-й республике сейчас занял. Хороший мальчишка. То есть дети есть, и они передают тебе тоже такой вот опыт, багаж знаний в любом случае. Так все-таки тренер, вы строгий? Потому что вот мальчишки говорили, строгий, но хороший. Строгий. Я очень требовательна и очень строгая. Я очень люблю дисциплину. Порядок должен быть, потому что порядок бьет класс. Здесь я вот убеждена и для себя, как для спортсмена, когда я тогда боролась, я всегда считала, что насколько ты дисциплинированный сам для себя в отношении спорта, жизни, настолько твоя дисциплинированность потом в схватке выражается. Если ты дисциплинированно делаешь то, что нужно, ты всегда одержишь победу, неважно, кто напротив тебя стоит. У меня в копилке была победа над олимпийской чемпионкой, кубинкой, Ортиз. Я ее выиграла на последних буквально секундах. Я проиграла там три шида на два шида и бросила ее в конце встреч. Потом когда-то я тоже с ним боролись, я и проиграла, но в равной схватке тоже такое же. Поэтому победить можно практически в любом, в редких исключениях, когда бывает такое, что там космически. Так объясните, как дисциплина этому поспособствовала, что вы выиграли у нее? У нас схватка четыре минуты. Тебе дается задание на встречу. То есть ты же знаешь свою соперность, что ты должен держать, например, правую руку, не давать ей какой-то захват, не двигаться в какую-то сторону. Если ты всю встречу вот это делаешь, и твой рисунок встречи именно по твоему сценарию расклад, да, ты можешь там где-то упасть, тебя могут наказать, но ты должен строго идти вот по этому маршруту. А за пассивность не накажут? Накажут, но твоя задача, например, держать руку для того, чтобы она не взяла свой захват и не бросила тебя. И вот это не только даже вот в этой схватке с Кубинкой, наверное, больше это видно вот как раз на европейских играх во встрече за выход в финал с Ирой Кензарской. Она раньше боролась за Украину, сейчас за Азербайджан выступала, но, правда, тоже сейчас завершила спортивную карьеру. Была задача держать руку и всю встречу двигаться. Мне сказали, делай что угодно. Двигайся, держи руку и передвигайся. Толкай ее, качай у нас называется, заставляю переступать. Ты ее бросишь, но только не упади и не дай ей взять свой захват, потому что она очень большая, объемная, весила порядка на 30 кг больше меня, даже, может, чуть побольше. И понятно, что если она уже взяла свой захват, там уже нужно спасаться бегством, ну, либо ты упадешь. Других вариантов нет. Других вариантов нет. Еще у нас была давняя история с Ирой, она еще меня травмировала, когда только начинала бороться. Вот, поэтому и потом, то есть я всю встречу, я брала захват и двигалась. Брала захват и двигалась. Да, Амия наказали, да, и ее наказали. Но вот в конце встречи, когда осталось 17 секунд, я бросила ее. И бросила броском, которым никогда в жизни, мне кажется, больше никого никогда не брошу. Но я ее бросила. И там все, уже конец, концовка схватки я в партере доделала. Вот тот порядок, который мне сказали. Если бы я на секунду, потому что на фоне усталости, ты начинаешь медленнее думать, медленнее принимать решения, медленнее брать захваты. У тебя уже нет сил, чтобы так сильно их держать. Если бы на секунду ты остановился, все. В общем, выбрала направление и идешь. И все, следуешь за ними. А вы сейчас, я правильно понимаю, уже тренируете тех, с кем раньше сами были на равных? Авторитет, вот как они вас слушают, раскомандовала здесь. Есть такое? Есть такое, конечно, есть. Но когда я еще боролась, мы хорошая команда, у нас неплохая команда была. Мы с девочками дружно достаточно всегда. То есть мы где-то погулять вместе ходили. То есть такие на сборах вместе. И игры настольные играли. Когда я перешла уже на темную сторону, на свет, на другую сторону, я вот их собрала, именно вот этих, которые старые, и постаралась с ними пообщаться и донести им, что наши отношения и наши какие-то дружеские чувства, скажем так, друг к другу никак не меняются. Ничего не изменилось в этом плане. Но сейчас изменилось только то, что я тренер, у меня есть требования к вам, и вы эти требования должны выполнять. Хотите вы этого или не хотите. За татами мы с вами вышли, совсем другое дело. Но здесь дружбы нет. Есть тренер, задание, тренировка, работа. Все. И где-то 4 месяца, 5 ушел на построение вот этих отношений тренер-спортсмен. Во-первых, чтобы они мне где-то больше доверяли. И моего отношения, потому что вот эту строгость, свою дисциплинированность, я даже где-то излишне на них перекладывала. Потому что я знаю все изнутри. То есть то, о чем они подумали, я уже три раза сделала это до них еще. Поэтому вот у меня тоже свой вот это вот немножечко такой идеализм. И тоже надо было усмирить. Были, да, такие небольшие, ну это нельзя сказать, конфликты, просто недопонимание где-то, где вот надо было как-то подумать. Ну, в целом все разрешилось. Я скажу, что за год мы потеряли только одного спортсмена. Но вот Жанна Осипович, она закончила спортивную карьеру. Она уже к этому шла, где-то колебалась еще. Она сейчас замечательная, там, заниматься своим делом. Фотограф, по-моему, она замечательным делом сам занимается. И как бы приходит к нам, вот она тренируется уже в свободном режиме для себя. И нам где-то помогает. То есть это не то, что разошлись, не сошлись с характерами, а просто она приняла такое решение. Поскольку... Да я даже по себе скажу. Я спортсмен. Тренерские составы меняются, ну, как правило, раз в 4-6 лет. А я спортсмен, вот у меня век вот такой короткий. Мне либо с ними бороться, и, ну, все равно мне надо доказывать свою состоятельность. Либо как-то с ними работать, либо вообще уходить. То есть, ну, мы не такой категоричный тренерский состав, что я, что Андрей Козусенок, что там Александр Котловский. Мы как-то такие более лояльные. То есть можно всегда поговорить, решить, найти какие-то точки соприкосновения, чтобы вот работать. А сколько сейчас девушек в команде? В национальной команде сейчас 5 человек. В каких турнирах принимаете участие? На данный момент мы участвуем в Russian Judo Tour. Вот в конце марта поедем в Хабаровск бороться. Большой достаточно команды. И вот будем участвовать на командном женском турнире в Иране. А в Олимпиаду думаете, 24-го года в Париже что-то? Мы хотим. Пока с Международной Федерацией понимания нет. Нас отстранили. Сейчас строился такой вопрос, что должны были нас допустить к Ташкенту. Пока нет. Ну, вот ждем решения Международной Федерации и Judo. Все работают в этом направлении. И наша Федерация, и Российская Федерация. Из пяти девушек все пять хотят быть на Олимпиаде, да? Ну, они бы не были тогда в национальной сборной. Самое высокое достижение для спортсмена – это быть на Олимпийских играх и побеждать там. То есть вот у меня получилось просто быть. У кого-то получится еще и побеждать. Ну, это их цель, да? То есть они не скрывают этого? Конечно. Мы сейчас работаем в тех условиях, которые у нас есть. На данный момент у нас есть турниры Russian Judo Tour. И еще турниры, которые нас приглашают, там, командные какие-то, клубные, где нас хотят видеть, присылают нам приглашения. Мы с удовольствием в этих турнирах участвуем. Пока так. Чтобы попасть на Олимпийские игры, нам нужно участвовать в турнирах Международной Федерации и Judo, набирать эти рейтинговые очки. На данный момент у нас ноль Олимпийских очков у всех и ноль очков в мировом рейтинге практически у всех спортсменов. А это не расхолаживает неучастие спортсмена? То есть можно ли все-таки готовиться, участвуя в другом раме? Ну, если бы мы вообще не боролись, конечно. Это для спортсмена, ну, как ковидный год, когда мы год нигде не боролись, это ужасно, тяжело. Просто ты тренируешься. Ты приходишь на тренировку и задаешь вопрос, зачем? Ну, для чего? Сейчас у нас есть турниры. То есть они же борются. Отлично, хорошая, высокая конкуренция. У нас нету такого спортсмена, который бы там прошел на одной ноге, как у нас говорят, да, и отборолся. Все турниры стал везде чемпионом, и там у них не было соперников. Нет. Хорошие есть спортсменки, очень хороший уровень. И этого пока достаточно для того, чтобы набрать кондиции, пробороться, попробовать что-то другое, перестроить где-то свою борьбу. Вы упомянули турнир в Иране. Он когда проходит? Завтра. Уже завтра. Там достаточное количество равных соперников представлено? Этот турнир будет особенным. Мы еще ни разу не выступали женской сборной именно командой. То есть все же лично выступают, а командой мы еще ни разу не выступали. Для нас это будет новый опыт. И что для меня, как для тренера, и для спортсменок тем более. Потому что у нас сейчас в Международной Федерации смешанные команды. Три мужчины и три женщины. Кто будет участвовать, мы пока не знаем. Нам пока не объявили, скажем так. А почему это такая тайна? Нет, это не тайна. Просто не принято, что ли, так вот прям запытываться. А как же изучить соперницу перед боем, перед схваткой? По ходу. Ну, в принципе, скажем так, многих мы спортсменов знаем. Кто-то девочке с ними боролся. Где-то я с кем-то боролась. Кого-то я видела на соревнованиях. Но мы так предполагаем, что будет где-то до восьми стран. До восьми стран. И это стенка на стенку. То есть каждый с каждым. Ну, вот смотрите. Паралимпийц Алексей Талай, будучи у нас недавно в гостях, заявил об участии в Олимпиаде под нейтральным флагом. Как то предлагают в исключительных случаях определенной федерации. Вот он заявил следующее. Послушаем. Не знаю, как там будет. Как батя скажет, так и будет. Но я под белым флагом никуда не поеду. Я вот тот наш родненький, любимый, красивый, самый лучший. Никогда не смогу оставить здесь и под белым нейтральным каким-то там флагом выступать. Как бы там что ни говорили. Пусть я готовился. Пусть я старался. Пусть у меня там какие-то есть шансы. Нет. Мы, как и наши ребята, должны сейчас показать, чего мы стоим. Вот такое мнение. Я скажу так, что спортсмен, он вообще не может бороться тысячу лет. Да, выступает на соревнованиях. Для высококлассных спортсменов максимальное выступление на хорошем уровне – это около восьми лет. Порядка восьми лет. И то, наверное, пик. Четыре года. Ну, вот у меня вышло ровно пять лет. Я могла бороться на высоком уровне. Что будет через год или через два, сложно сказать. Но чтобы говорить о том, что мы там поедем, не поедем, под каким флагом, нужно туда попасть хотя бы. На данный момент мы не можем туда попасть, потому что нас не допускает Международная Федерация пока к турнирам. А у нас рейтинговая система очков. Просто так мы не сможем туда поехать. Даже если нам скажут, выступайте под нейтральным флагом, ну, у нас не идет такой разговор, у нас идет флаг Международной Федерации. Под флагом Международной Федерации выступайте. Мы не сможем, потому что у нас нет очков, у нас нет в рейтинге. Может быть, и волокит это с этим связано, понимаете, Марина, чтобы дотянуть до того времени, когда банально, чтобы не хватило очков. Данным вопросом сейчас занимается исключительно наша федерация дюдо во главе с Павлом Валентиновичем Ясиновским. Во что это все выльется, нам неизвестно пока. Пока вот мы в тех условиях... Ваша задача пока тренироваться, я понимаю, но вы ставили перед собой как спортсмен цель, чтобы выступить на Олимпийских играх, а как тренер, какая у вас амбиция, чтобы вы хотели добиться на этой позиции? Я тренер национальной сборной. У меня своих спортсменов, вот как таковых, да, которого я там вырастила, привела в национальную команду, у меня таких нет в национальной команде. То есть у меня есть девочки, у которых есть личный тренер, и они со мной работают только в рамках национальной команды. Как тренер национальной сборной мне очень хочется, чтобы как можно больше спортсменов национальной команды попало на Олимпийские игры. Как можно больше. Чтобы это было не один, а два, три, четыре. Именно, ну я только беру сейчас именно женскую сборную, да, потому что у ребят свои амбиции, они точно так же тренируются, все, но вот если в рамках женской команды будет успехом, если у нас попадет на Олимпиаду там два, три, четыре, пять человек. Понимаете, в чем сложность? Они сейчас стремятся попасть на Олимпиаду. Они выкладываются, изо всех сил стараются, тренируются. У них есть надежда. А вот потом скажут им, что нет, ребята, а вы никуда не едете. Как мотивировать их, чтобы они не опустили руки, продолжили тренироваться? Ну на данный момент в национальной команде все молодые девочки. Средний возраст женской сборной это 24 года. 23 даже. То есть у меня девочки, ну вот они только с юниорского возраста многие из них вышли. Да, есть пару человек, которые более опытные. И возможно у них будет стоять вопрос о завершении спортивной карьеры. Но те молодые, которые сейчас приходят к нам в национальную команду, они не знают, что такое большой шлем. Они его видели только вот по телевизору. Они не знают, что такое гран-при. Они не участвовали там. Я, конечно, для меня это там сложно, потому что когда я боролась на больших шлемах, на гран-при, на мастерсе, на чемпионатах мира Европы, и когда у меня этого нет, я знаю, с чем мне сравнивать. Но у них нет этого, вот скажем так, с чем сравнить, да, куда идти. У них есть сейчас цель. Вот вам пять турниров, вы должны показать на них высокий результат, чтобы для себя обеспечить себя какими-то стипендиями, фармакологией, каким-то вот поддержкой, да, хотя бы небольшой. Это для них цель. Если они эту цель доходят, значит, мы понимаем, что они могут рассчитывать и на хорошую борьбу в рамках международного тура. Когда будет международный тур, мы не знаем. Ну, не будет этой Олимпиады, будет следующая. Кто-то из них дойдет. Или другая, как предлагают какую-то новую евразийскую сделать Олимпиаду. Да, то есть я понимаю ваш ответ, что им не о чем грустить-то. Да, у них есть турниры. Их просто, они же не сидят в инкубаторе, да, в каком-то закрытом пространстве, где вот им посадили их, и все, они сидят закрыты. Нет, они участвуют в соревнованиях, и для них им полно возможностей. Боритесь классно, супер, покажите хорошую борьбу, и это для вас зачтется везде. Везде, на любом уровне, как бы, и в Министерстве спорта, да, и еще где-то Федерация, и наши Артубстайки. Сергей Васильевич всегда отметит и вас. Ну, вы как-то организуйтесь, вот, именно поучаствовать вот в этих турнирах, и там здорово отбросы. Не относитесь к ним. Ай, ну мы там поедем. Ну, поедете, хорошо, поедете и туда, а если не поедете. То есть, как-то просто надо приспособиться вот сейчас чуть-чуть к другой жизни и чуть-чуть к другому направлению. Сейчас давайте ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал, он так и называется «Скажи, не молчи». А все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». В эфире снова «Скажи, не молчи» и у нас в гостях старший тренер национальной женской сборной по джидо Марина Слуцкая. Марина, кроме того, что это вопрос престижа, соревнования крупные международные, это еще и подспорье для спортсменов. Расскажите, как ваши победы помогли вам в бытовом, может быть, плане? У меня получалось хорошо бороться, и помимо заработной платы, которую я здесь получала, и президентской стипендии за спортивные высокие достижения, каждый турнир у нас, ну вот, гран-при, большой шлем, он оплачивался. Ну вот за победу там на большом шлеме в Абу-Даби я получила 5000 долларов. Ну и вот такие победы там накапливались, часть этих денег, 20%, там передавалось тренерскому составу. Но благодаря вот этим победам и третьим местам, вторым, вот чуть-чуть накопилось, ну получилось купить квартиру, чуть-чуть попросить у государства кредита. Ну и, соответственно, за вот то, что я хорошо боролась, я сделала ремонт. Но не прям во всей квартире, но такой хороший. И на вопрос, что тебе твое дюдо дало, можно сказать, а вот же. Машина, вот еще квартира благодаря успеху. А затрат на этот вид спорта? Абсолютно нет. Я считаю, что дюдо это вообще один из самых малозатратных видов. Я не знаю, что может быть меньше затрат. Ну, что, может, только бассейн, не знаю. Потому что у нас только кимоно. Кимоно – это основное, что нужно для дюдо. Есть кимоно – все, можешь бороться. Для детского дюдо – это, ну, точно все. Вот кимоно и хороший тренер, хороший клуб, хороший зал. А для взрослого дюдо, ну, еще плюс нам нужна фармакология, как всем. Там пластыри – это для дюдо, там, пальцы подклеить, затейпировать что-то. Вы следите за ситуацией? Есть спрос на дюдо среди девчонок? Приводят родители? Приводят. Да? У нас вот даже в клубе в прошлом году была такая акция – все девочки клуба занимались бесплатно. И те, которые пришли в прошлом году, они продолжают заниматься бесплатно. И, я скажу, много пришло родителей. Ведь часто проблема не только в том, что родители думают, что это не женский вид спорта. Многие из них не понимают разницы. Каратэ, тэквондо, дюдо, самбо. Кимоно и кимоно. Кимоно и кимоно. Там, айкидо, там, еще там, сейчас же куча направлений. Но вот это, то, что не нужно платить, и это подкупает многих. И приводят, и, как правило, девочки начинают заниматься. Да, отсеиваются со временем, там, по-разному. Кто-то уезжает, кому-то не нравится, кто-то там на танцы, не знаю, на гимнастику. Но приходят, занимаются, есть спрос. И в областях я знаю, что есть девочки-тренеры, которые работают только с девочками. Ну, а вы сами скучаете по выступлениям на татаме? Нет. То есть вот та усталость, она… Я настолько наборолась и так сильно вот наелась, как у нас говорят, вот этим соревновательным именно вот дюдо, что я вообще не скучаю. И мы в том году сдавали экзамен Международной Академии дюдо. Это такой международная сертификация признания твоих знаний в сфере дюдо. Мы сначала проходили теоретический курс, вот нас пять человек, шесть участвовало, шесть. И потом мы поехали в Турцию сдавать практический экзамен, там было четыре дня занятий, пятые повторения, и шестой контрольный день было уже сдача экзаменов. То есть мы сдавали всю технику дюдо, и плюс к этому раздел ката целый. То есть там надо было падать, бросать, но, соответственно, к этому надо было подготовиться. Мы готовились три недели, поехали туда неделю, и я окончательно поняла, что я вообще не готова, не хочу, не падать. Как спортсменка, да? Как спортсменка тоже, потому что, ну, сто техник дюдо. Сто бросков разных тебе надо было бросить и упасть по много раз, чтобы показать потом экзаменатору красивые исполнения и вправо, и влево. И ката, это вообще отдельный вид искусства, сейчас вот мы по чуть-чуть его приносим в дюдо, именно белорусское. И у нас и показательные выступления сейчас по ката делают наши тренеры, которые вот сдали, там скоро моя уже очередь, я думаю, что вот совсем скоро в апреле на Кубке Республики уже вот я буду показывать. Это отдельный вообще вид искусства дюдо, ката. И там не все так просто, и падать надо тоже больно, у меня вся нога была синяя, я так нападала, что мне... Ну вот вряд ли, Марина, то, что вы рассказали, вы отрекламировали вид спорта сейчас. Нет, ну на самом деле, я говорю всегда, что профессиональный спорт, это всегда спорт связанный с травмами, трудностями и преодолением себя. Если родитель хочет сделать из своего ребенка профессионального спортсмена, прямо такого вот, как, например, хоккеисты с детства, да, они вот ведут, то нужно быть готовым ко всему. Но дюдо подходит не только для тех, которые будут профессиональными спортсменами. Из тысячи человек один, может быть, станет профессиональным спортсменом нацкоманды, выезжающим на соревнования. Все остальные занимаются дюдо для себя, потому что им нравится. Поэтому в таком дюдо, когда, вот, я хожу, потому что мне нравится, я тренируюсь, потому что мне нравится, ты получаешь удовольствие. В профессиональном спорте там удовольствие всегда смешано с трудностями. Вы сказали о том, что у вас и машины, и квартира. Мне интересно, на каком автомобиле вы предпочитаете ездить? Не марку, а какой он должен быть? Механика? Большой? Маленький? Я езжу сейчас на обычном седане с механической коробкой передачи. Да? А автомат нет? Мне очень нравится механика. Мне очень нравится механика, потому что на автомате мне скучно ехать. И снова дюдо. Дюдо – это, как и любое боевое искусство, это философия. Чему вас научила эта философия? Преодолевать трудности и верить в себя. Если ты будешь верить в себя, если ты будешь идти постепенно, как бы тебе ни было тяжело, ты всегда добьешься успеха в любой сфере деятельности. Будут какие-то жизненные, семейные обстоятельства, бытовые, спортивные. Неважно. Иди к своей цели, будь верен к себе. И вот преодолевая трудности, мы становимся сильнее. И все сможем переступить, перейти и добиться успеха. Для тех, кто в танке, объясните, почему дюдо – это не каратэ, не тейквондо и так далее. Что определяющее здесь в вашем виде? Ну, во-первых, дюдо – это японское боевое искусство. И в дюдо нет ударной техники. Никакой. У нас нет ударов. У нас только броски. Также отличается у нас кимоно – белое, синее. Это тоже такая отличительная черта. Ну, и уважение такое на татаме, поклоны-расклоны – это присуще всем восточным единоборствам. Дюдо – это особенно как-то так… за этим особенно следят. И у нас есть еще борьба в партере. Это тоже у нас такая отличительная черта от других видов единоборств. То есть вот мы броски, и борьба в партере – это болевые удушающие удержания. – То есть подчеркнутая дипломатия, как я понимаю. – Абсолютно, да. – Марина, большое вам спасибо за сегодняшний разговор. Желаем вам удачи на завтрашних вашей сборной, на завтрашних соревнованиях в Иране. Надеемся, что все сложится для девчонок так наилучшим образом, так как вы сами этого хотите. Ну, а вам побед как тренеру в этом непростом деле. И, конечно, с весною. Мы, Татьяна Щербина и Виктория Попова с вами на сегодня прощаемся. До свидания. – До свидания. А сейчас говорит Марина Слуцкая. – Спасибо огромное за приглашение на прекрасную передачу. Была рада вспомнить, посмотреть приятные моменты своей спортивной карьеры. Будьте верны себе, добивайтесь успеха, несмотря на все трудности и неудачи. – Субтитры подогнал «Симон»!